Многие улицы областного центра превращаются в некоторое подобие плодово-овощных рынков. Причем особенно бойко реализуются арбузы и дыни. В Казахстане в самом разгаре их пора. На прилавках региона и полосатые ягоды появились еще в начале лета. Впрочем, по словам специалистов, чем раньше арбузы и дыни появляются в продаже, тем больше вероятность содержания в них нитратов, выше допустимой нормы. Наш корреспондент Валихан Талгатов убедился, насколько безопасно сейчас покупать и употреблять арбузы. Период созревания бахчевых культур варьируется от 100 до 140 дней. В зависимости от сорта, на спелость и вкус арбуз и дынь влияют в первую очередь агротехнические условия. В основном в нашем регионе арбузы растут в Кордайском и Шуском районах. Сезон созревания арбузов и дынь начинается с середины августа, а есть их можно, если они без нитратов с конца августа по октябрь. По словам главного специалиста отдела контроля и надзора за продуктами питания городского управления санитарно-эпидемиологического контроля, Те арбузы и дыни, которые появились на прилавках еще в начале лета, содержат нитраты. С конца августа по октябрь месяц. Уже считается это, ну как бы, седобными. Также она рассказала, что где стоит покупать такие ягоды. Она отметила, что при покупке арбуза на нем не должно быть вмятин, трещин и пятен. Главный специалист добавил, что не стоит брать арбузы на местах стихийной торговли, так как в ягоду могут попасть различные бактерии. В первую очередь надо покупать арбузы именно в тех местах, где положено торговать бахчевыми культурами. Это магазины, супермаркеты, где хранение, реализация их упорядочена. Те, которые мы видим на улицах стихийных торговлях, арбузы, они, конечно, знаете, стоят под палящим солнцем. Действуют на них различные факторы. Солнечные лучи, дожди, разные виды загрязнения могут их загрязнить. Поэтому желательно покупать их в супермаркетах, в магазинах. Главный специалист сказал, что было взято 49 проб, два из которых – это арбузы. Они показали положительные результаты. Также она добавила, что меры к продавцам, которые реализуют стихийную торговлю арбузов, не применяют. Этим занимаются правоохранительные органы. А это уже один из рынков областной столицы. Как всегда, здесь много людей. Даже несмотря на страшную жару, люди активно покупают продукты и другие товары. В том числе и арбузы. При покупке арбуза мы обычно стучим либо ладонью, либо пальцами. Ну, кому как удобно. Если от арбуза издает звонкий звук, значит он недозрел. А если глухой, значит ягода спелая. Также, чтобы попробовать на вкус эту ягоду, сверху надрезают пирамидку. Однако, санврачи говорят, что это небезопасно. По словам продавца Жанарысо-Унгара, он занимается торговлей пять лет. С утра до вечера продает арбузы. Их привозят из села Бост-Нандык в Таласском районе. Торговля идет хорошо, говорит парень. Арбузы хорошо идут. 60 тенге за килограмм стоят. На этом месте мы всегда торгуем. Арбузы местные. Покупатели довольны. Мы также поинтересовались у горожан. Сезон ли сейчас для употребления арбузов? И покупали ли горожане эти бахчевые ягоды? Сезон, конечно. Да, мы покупали, кушали. Все вкусно, хорошо. Сезон, он на отравлении щеги был. Сейчас сезон. Отравления, к счастью, не было. Покупаю в магазинах, а не на улице. Мы покупали арбузы, с нами ничего не было. Это сезон сейчас? Да, сезон арбузов. Получается такая картина, что горожане покупают ягоды сейчас. То есть раньше положенного срока их созревания. Если вы купили арбуз, то его можно хранить длительное время. При этом соблюдая определенные условия среды. Температура воздуха от 2 до 8 градусов. И относительная влажность от 70 до 85%. Отсутствие яркого света и свободная циркуляция воздушной среды. А разрезанный арбуз лучше употребить сразу. Но если необходимо, то его можно хранить в холодильнике. Правда, не больше двух суток. Перед помещением половинки арбуза в холодильник его следует положить на тарелку срезом вниз. После чего обернуть пищевой пленкой. Валихан Талгатов, Тлеукабул Саржанов, Жамбул Ньюс.